Вашему вниманию животрепещущая тема болезни и колебания времени. Читает Лора. Мы всех приветствуем. Сегодня 19 мая 2020 года. Это послание идет от высших разумов, называемых система Альфа Центавра. Это послание также включает в себя энергии учительской системы. В процессе изменения вашей реальности, которая только наращивает обороты в процессе изменения личного отношения к самому себе и к этой реальности, возникает несогласие личности, которая привыкла жить по определенному распорядку, по правилам. И это несогласие начинает создавать напряжение в физическом теле. Кроме того, что это напряжение может быть причиной нестабильности, причиной выхода на поверхность хронических заболеваний, заболеваний типа аллергии, заболеваний типа сезонных или тех, которые были когда-то, и вы с ними справились, все это может сейчас проявляться намного мощнее и ярче и не имеет никакого подчинения медикаментам. Кроме вот этой причины, что личность не согласна с тем, что происходит, есть больший фактор или важный фактор, который влияет на нестабильность состояния многих людей. Для тех, кто, возможно, только начинает слушать эти послания, понимание будет сложным того, что будет сейчас объявлено, но постепенно вы начнете входить в энергии этого послания, и ваше сознание будет подсказывать, о чем все-таки идет речь. Как уже известно, Земля разделилась на старый и новый мир, который проявляется только в каких-то ситуациях у человека, и по этим ситуациям можно отслеживать, где я нахожусь на данный момент. Те люди, которые выразили желание и стали жить в пространстве новой Земли, хотя у них появляются реалии из старой Земли, в основном все, что будет дальше происходить, диапазон пребывания в новых условиях будет увеличиваться. В то же время старый мир существует. Люди разделились. Многие люди находятся в пространстве старой Земли. И самым интересным моментом можно отметить, что то время, которое течет в пространстве старой Земли, и время, которое проходит в пространстве новой Земли, имеет различные, как вы уже знаете этот термин, вибрации, различные колебания. Они на какую-то долю отличаются друг от друга. То есть, если вы представите две волновые линии, практически одинаковые и идущие параллельно, если их совместить, вы не заметите каких-то отклонений. Но в какой-то точке это отклонение все же возникает. Это означает, что временные линии, развитие людей в старом мире и развитие людей в новом мире не совпадают. Вот это различие является основной причиной нестабильности физического организма. Если рассказать подробнее, для вашего понимания, что такое время, это представьте, что вы едете на поезде. Этой поездкой является ваша жизнь, причем поезд не останавливается. Он имеет точку начала, откуда отходит поезд, и конечную точку прибытия, точка выхода человека из воплощения. Временем можно назвать само движение этого поезда. Представьте, что есть второй поезд, который очень похож, практически идентичный первому. Если их объединить, все, что происходит в вагоне первого и второго поезда, практически идентично, кроме каких-то моментов. Например, вы в одном, ваша копия в другом поезде. Вы встали, ваша копия встала одномоментно. Но вдруг вы посмотрели налево, ваша копия посмотрела направо одномоментно. Вот эта точка, которая вызывает сильную нестабильность в двух мирах. И вот эти всплески, временные всплески, не соответствуют друг другу. Они мощно влияют на нестабильность физического тела. Что с этим делать? Опять же, хорошей новостью является, что при большем и все большем разделении миров, физическое тело каждого человека, который находится в каком-то мире, будет все-таки начинать жить во временном диапазоне именно того мира, которому оно и принадлежит. И нестабильность, болезни, они будут сходить на нет. То есть, те болезни, которые будто бы приходят из прошлого, будто бы возвращаются к вам, становятся неуправляемыми. Это касается как жителей старой, так и новой земли. Когда это произойдет? Потребуется минимум 6 или 8 месяцев для того, чтобы временные процессы окончательно разделились. Это также повлечет за собой более ясное понимание для каждого из жителей миров своих целей. Для старого мира это выход на духовное развитие. Для нового мира целью будет объединение с новой реальностью, изучение новых законов и проявление себя в том качестве, которое соответствует вашему статусу в новом мире. Причем эти качества будут давать о себе знать посредством знаков, на которые можно обращать внимание. Было сказано в прошлом послании, что в пространстве новой земли человек может проявлять себя вне зависимости от той судьбы, по которой он идет. У него есть выбор. Эта информация дана для тех людей, которые интересуются процессами. Мы желаем вам успехов. До свидания.